Всем привет! В попытках расширить свою лего коллекцию нужно не забывать и о лего коллекции прекрасной дочурки. И приглянулся вот такой набор лего дупла с деталями, которые оснащены звуковым механизмом. Тут написано sound brick, то есть тушки у этих животных издают звуки. И в очередь набор приглянулся именно поэтому. Плюс на озоне была огромная скидка. Я естественно не мог пройти мимо. Но кажется я понял чем обоснована скидка. Коробка. Открыл я уже ее на пункте выдачи, чтобы проверить все ли на месте. А вообще она пришла вот в таком порванном абсолютно уничтоженном состоянии. Уж не знаю. Изначально продавец такую поставил или вазон так доставляют. Но коробка порвана. Но тем не менее содержимое целое. А это значит, что все хорошо. Тем более за такую огромную скидку. Единственное, что продавец не пишет, не указывает у себя в профиле, что коробка повреждена. Обычно это указывается. С другой стороны, возможно, и доставили так их. Сам озон. В общем, пока мне это неизвестно. Ну да и ладно. Как и вводится в наборах дупла, здесь практически никаких сложностей к сборке нет для ребенка. То есть я полагаю, что самостоятельно полутора-двухгодовалый ребенок разберется, как там, что куда стыкуется, даже без помощи родителей. Покажу реакцию Нино Тиграновны на этот конструктор. И, собственно говоря, разберемся, что там за звуковой механизм, что он за звуки издает и как это работает. Итак, друзья, мной было принято стратегическое решение снять обзор без участия Нино. Ну, по крайней мере, демонстрацию деталей и сборку, потому что Нино в последнее время становится в соответствии со своим возрастом любознательной и любопытной. И процесс сборки непосредственно с ее участием оперативно снять не получится. Вот. Но, тем не менее, реакцию ее на набор я, конечно же, отдельно сниму. И, собственно говоря, проверим, насколько ребенку этот набор понравится или не понравится. Такое тоже может быть. А сейчас просто попробуем посмотреть, что тут есть. Лего многие обвиняют в том, что они продают датский воздух. Действительно, коробка достаточно огромная для вот такого количества деталей. Но, тем не менее, сейчас посмотрим, что здесь у нас такое. Значит, круг. Такого я раньше не встречал. Это у нас... Как это правильно называется? Ну, по принципу колеса хомяка. Да, что-то такое. Какая-то игрушка для животного. Задумывается, что сюда ставится животное и как бы эта штука вот так вращается. Окей. Разберемся. Посмотрим. Так. Значит, с чего следовало начать. Инструкция, которая на своей первой странице демонстрирует нам все, что мы из этой коробки получим. Два зверька. Оба оснащены аудиоблоками, как я уже говорил. Непосредственно колесо. Дерево со звездочкой. Тортик. Подарочек. Миска для еды. И какой-то стенд, демонстрирующий нам кошачий собачий корм. Можно сделать вывод, что у кого-то из этих ребят день рождения. Потому что здесь есть тортик. Вот. Собственно говоря, вариации новых дупло наборов здесь, видимо, представлены. Да? А, нет. Не вариации новых наборов. Это тот же самый набор. Просто как бы в разных сценариях указан. Вот. Здесь есть режим сна у этих животных. В общем, посмотрим, как это все работает. Так. Тут, значит, какая-то нормативная инструкция. О боже. Да. Это для ПАП. Инструкция по замене батареек в этих самых механизмах. Батарейки полуторавольтовые. Вот эти LF44, как в разных игрушках бывают. Отвертка, конечно, в комплекте не идет. Опять нормативка какая-то. Но, видимо, это обязательный пункт, если речь идет о каких-то электронных деталях. Очень-очень много информации. А, собственно говоря, инструкции-то и как таковой нет. Тут информация об этом самом наборе и все. Инструкции нет. Собственно говоря, инструкция нам не особо-то и нужна. Сейчас попробуем все собрать самостоятельно. Итак, у нас без пакетов лежали головы. Головы с двумя эмоциями у нас. Вот, значит, веселые зверьки и зверьки, которые спят. Причем пес спит с открытым ртом высунутым языком. Ну да ладно. То есть есть некая вариативность. Такого я раньше вот в этих вот зверушках не особо припоминаю. У нас их много. Так, смотрим, смотрим, что здесь у нас дальше. А дальше у нас вот такие коробочки замечательные, в которых, я так понимаю, они достаточно тяжелые. И в них сами вот эти аудиоблоки. Так, смотрим. Да, вот у нас аудиоблок. Он же туловище. Коробочка там больше не нужна. И второй аудиоблок. Тоже, собственно говоря, он же и тушка. Так, теперь сборка зверьков. Друзья, это очень сложно. Я не знаю, справитесь вы или нет, но я надеюсь, вы сможете. Итак, внимание. Очень кропотливый процесс. Поехали. Все. Зверьки собраны. Ну вот, это особенность дупла наборов для самых-самых маленьких. Да, чтобы они сообразили ввиду возрастных особенностей, как собрать этих зверьков. Вот. Аудиомеханизмы мы испробуем чуть позже. Кстати, кот у меня получился спящий. Давайте мы его разбудим. Да. К механизмам мы вернемся чуть позже. А сейчас пока соберем сопутствующие, скажем так, аксессуары. Итак, пакет номер один. Скрываем. Не значится, собираем тортик. Тортик у нас... Ага. Ага. В отличие от старших наборов, мы не соберем все из одного пакета. Нужно сразу оба вскрыть, чтобы нормально собрать как бы набор весь. Итак, поехали. Начнем мы вот с этой кормушки, да, для котов. Так, что нам нужно? Нам нужна еда. Оп. Пропринтованные детали. Никаких, естественно, наклеек. Речь идет о наборе для малышей. Наклейки и малыши — это вещи несопоставимые. Вот такая вот штучка, такая вот кормушка или что это, я не знаю. Какой-то стенд. Он, собственно говоря, готов. Так, едем дальше. Что у нас есть? У нас есть деревца. Собираем деревца. Ну, стоит отметить, что на данном этапе Нино у нас с этими конструкторами поступает достаточно деструктивно. То есть, она их громит, крушит и она скорее любит больше разбирать, нежели собирать. То есть, у нее большая-большая любовь к тому, чтобы разбирать эти самые лего конструкторы. Ну, а мы в этом ей не мешаем. Вот такое деревце. Судя по инструкции собираться, оно должно так. То есть, звезда у нас не полностью встает, а типа как бы чуть-чуть смещена в сторону. Не совсем понял, почему звездочка на дереве. Ну, вот датчанам как-то виднее. Кстати, звездочку можно использовать как формочку для песка, но, наверное, нет. Потому что, как бы, не все концы звезды здесь у нас детализированы. Звезда получится. Это Патрик. Это силуэт Патрика из губки Боба. Все, разгадка найдена. Значит, дерево. Дальше у нас тортик. Давайте соберем тортик. Тортик собирается тоже достаточно просто. Детали крепятся хорошо, плотненько. Это важно, потому что мы говорим о детях, о малышах и безопасность превыше всего. Так, свечка. Ну, вот я сейчас собрал этот тортик и я понимаю, что в нашем случае вот это моментально будет все снято. Двухгодовалый ребенок пока еще все-таки не способен по достоинству оценить инженерный подход лего-дизайнеров к построению своих наборов. Но на это и нет расчета у самой лего. В целом вообще смысл-то не в этом. Это ярко, красиво. Красивые пастельные цвета. Приятные. Ребенку нравится. Оторвет, так оторвет, не оторвет, не оторвет. В целом, как бы набор свою функцию выполняет, радует глаз ребенка. Вот такой вот тортик получился. Собственно говоря, этот подарочек уже готов к употреблению. Такой вот блок с нанесенным принтом в виде бантика, ленточки и какой-то бирки с сердечком. Это уже готовая деталь. И миска. Миска тоже у нас, собственно говоря, готова. Поставил и играй. В наборе есть еще вот такая деталь. Она нужна для того, чтобы зафиксировать непосредственно вот это кольцо, чтобы оно у вас туда-сюда не каталось без причин. Ну, а вообще смысл в том, что вы сюда ставите зверушку, закрепляете, фиксируете и непосредственно она у вас катается. Ребенок играет, развивает моторику и координацию вместе с ней. Уиии. Да. Вот такая штука. Ну, чтобы это кольцо без нужды туда-сюда не катать, вот здесь есть такой предусмотренный фиксатор. итак давайте посмотрим значит что у нас есть еще раз у нас есть две игрушки две фигурки собачка и с котиком у них две эмоции даже не эмоции два состояния они веселые бодрые и они вот спят отдыхают у нас есть кольцо для того чтобы играть непосредственно с животными у нас есть замечательный тортик принтованный к сожалению только с одной стороны здесь у нас есть тут намазка замечательно здесь ее нет но как бы люди жадные мы это знаем не понаслышке в плане краски в плане принтов вот такая вот штука до сих пор не понимаю в чем зад задумка это как бы кормушка или это корм стоит на полке это коробки с кормом я вот пока не понял тоже принтована естественно с одной стороны дерево дерево со звездочкой такая небольшая волшебная штука и подарочек подарочек ну и миска миска для еды да вот собственно и весь набор теперь давайте разбираться что могут и что умеют эти самые какие звуки издают эти блоки здесь есть кнопочка одна единственная мы и нажимаем и по идее должен издаваться некий звук давайте проверять в общем несколько звуков присутствует да ой и вам здравствуйте так ну естественно по логике у собачонка должен быть другой набор звуков давайте проверять итак делаем вывод что день рождения у кота иначе не может же собачонок сам себе петь песню с днем рождения с днем рождения код до 7 звуков я насчитал по 7 7 здесь и 7 здесь в общем замечательная игрушка в целом учитывая то насколько лего обычно ну скажем так жадничают в плане какой-то техники какой-то электроники в своих наборах за ту стоимость за которые их купил на озона это просто must have наборы которые каждому ребенку поднимут настроение ну наша любит всякие штучки всякие вот такие звуки и так далее и тому подобное мяу-мяу-мяу да ну собственно говоря конечно же здесь пространство для фантазии для баловства можно сделать катапса даже двух итак небольшой вывод дорогие друзья по этому набору но стоит не стоит и так далее и тому подобное ну во первых цвета цвета детали очень приятные такие пастельные красивые и собственно говоря привлекающие внимание из минусов могу отметить опять же жадность лего подарочек у них запринтован только с одной стороны с лицевой здесь это просто кубик который вот так вот если будет лежать ну ребенок может даже и не поймешь подарочек только фронтальный принт то же самое с тортиком здесь значит у нас это тортик вот так уже простите свеча какая-то стоит и все да и соответственно вот эта штука тоже только спринтована спереди сзади у нас ничего нет вот это вот лего такие граждане с другой стороны они хотя бы запринтовали мордочки с двух сторон потому что раньше в других наборах дупла с этими зверьками на обороте ничего не было если ничего не путаю у нас целых две эмоции вот собственно говоря такой набор стоит покупать или не стоит решать вам мой вердикт что набор годный у него есть игровая функция вот это колесо позволяет ребенку развивать мелкую моторику развивать координацию запускать этот шар и так далее здесь у нас значит некоторая образовательная функция присутствует да если вообще обратиться коробки то они здесь у нас говорят о том что значит вызывает эмоции способствует социальной социализации способствует креативному мышлению развивает когнитивные способности и физические способности ну и как бы лего преувеличивает собственную важность в процессе воспитания ребенка да но вот что касается развития мелкой моторики вот и креативного мышления до что ребенок может перед пересобирать наборы так как ей угодно это да в этом смысле да вот такой набор собственно говоря попал пополнилась наша коллекция дупла зверьков не стесняйтесь радовать своих детей и никогда не экономьте на конструкторе объясню я никогда в жизни не куплю ребенку дешевый китайский химозный конструктор безопасность превыше всего этот пластик качественный ребенок как правило что делает грызет игрушки но наша уже вышла из этого возраста на игрушки не грызет но если где-то допустим помладше ребенок годик полтора непременно это все отправится в рот а чтобы обезопасить ребенка не экономьте на игрушках пусть это будет качественный пластик нежели какой-то сомнительный вот тем более что сейчас на озон этот набор можно купить с очень вкусными скидками это что откроем а это что такое свечка ну-ка подуй свечку подула что это звездочка звездочка и дерево да штука а это кто что это а это кто такие а котенок Тоже, но что-то такое грационное, да нормально живем в грационах, а собака покосит. Тебе нравится? Тебе нравится? Нравятся игрушки? Нравятся игрушки. Ну-ка, попробуй. Кати ее, кати. Опа! Кати. Кати, давай. Опа! Косунок тоже маленький мать. Да? Собака самая. Сейчас починим собаку, да? Тарелка. Тарелка. Не надо будет кушать из тарелки, да? Да. Свечку задули, в тарелку махнули. Посмотри, а папа кушает? Папа кушает, давай. Спасибо. Пожалуйста. Ну, попробуй сейчас. Давайте, попробуем. Давай сюда ее поставим. Вот так, молодец, починила дочь, молодец. Уже молодец. Ломала свечку. И да, сколько игрушек по зиму. Вкусно пахнет. Подписывайся на наш канал. Штука. Штука. Победный танец. Победный танец. Полетели. Полетели. Давай катать. А-а-а-а. Давай катай. Давай, катай. Кати, кати его, кати. А, все? Ну, ладно. Собственно говоря, такой обзор получился. Подписывайся на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. И нажимайте на... Закрубку мазинай. Колокольчики. Где-то там внизу. Чтобы не пропустить уведомления о новых видео. На этом я с вами прощаюсь. И побольше вам приятных мелочей. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...